Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Вначале о главных событиях. Новый председатель избран. Состоялся съезд Республиканской политической партии «Единая Осетия». Рассмотрены 15 вопросов. Югостинские педагоги стали лауреатами конкурса в номинации «Учитель-международник». В Москве прошло награждение победителей конкурса «Лучшая школа за рубежом-2023». Слова признания и благодарности за весомый вклад в развитие сценического искусства. В столице прошел вечер, посвященный 85-летию заслуженной артистки Лейлы Лиевой. Дети участников СВО из Южной Осетии будут приглашены на президентскую елку, в которой ежегодно принимают участие активисты, лучшие воспитанники республиканских школ. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Босикова. По ее словам, президентская елка традиционно пройдет в начале января. По поручению главы государства на торжество будут приглашены дети погибших при выполнении воинского долга бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Накануне состоялся съезд Республиканской политической партии «Единая Осетия», на котором путем тайного голосования избрали нового председателя от Самаза Бибилова. В повестку дня вошло порядка 15 пунктов, среди которых главным значилось досрочное прекращение полномочий председателя партии Алана Таттаева и избрание нового главы. Подробности далее. В Схенвале прошел съезд Республиканской политической партии «Единая Осетия». Среди 15 вопросов, вынесенных на повестку дня, основной – досрочное прекращение полномочий председателя партии Алана Таттаева и избрание нового лидера. Это решение, да, принималось, но видя сегодняшнюю реальность, видя то, что нам нужна молодежь, которая более энергична, более в новом свете видит сегодняшние проблемы, мы приняли Центральным комитетом такое решение. Я вас прошу поддержать мою отставку. Путем тайного голосования на съезде партии избрали нового председателя. Им стал отца Мас Бибилов. В первую очередь хочу выразить вам слова благодарности за высокие доверия, которые вы мне оказали. Это для меня очень большая ответственность. На сегодняшний день республиканская политическая партия «Единая Осетия» крепнет и усиливается. Мы будем участвовать как в выборах в парламент в 2024 году, так и в выборах президентов в 2027 году. За кандидатуру от Самаса Бибилова проголосовали 280 человек. Один голос был против. 19 бюллетеней признаны недействительными. Всего было зарегистрировано 300 делегатов съезда. От Самаса Бибилова действующий депутат парламента, глава комитета по обороне и безопасности, ранее возглавлял государственную службу охраны. Агунда Губозова, Регина Черткоева, Рауль Кочиев, Арнольд Харебов. Информационный выпуск. Сегодня. Учителя второй столичной школы стали дипломантами третьего международного конкурса «Лучшая русская школа за рубежом». Педагоги удостоены заслуженных наград. Мероприятие прошло в третий раз. В этом году участниками стали более 800 наставников из 54 стран мира. Это масштабный проект Министерства просвещения России, позволяющий педагогам образовательных учреждений перенимать опыт. Эльвира Дебилова продолжит. В Москве на международной выставке-форуме «Россия» наградили победителей конкурса «Лучшая школа за рубежом-2023». В церемонии участвовали директора школ и учителя-международники из более чем 20 стран мира. От Южной Осетии в мероприятии приняли участие двое преподавателей СОЖ номер два. Став лауреатами конкурса в номинации «Учитель-международник». В этом году прием заявок был в октябре месяце. И от Южной Осетии, как коллектив, заявился коллектив второй школы, также были индивидуальные педагоги, которые участвовали в конкурсах своих номинаций. Ну вот коллектив второй школы в одной из номинаций смог себя очень хорошо проявить, прошел финал и в финале победил. Конкурс проходит третий раз и количество его участников становится все больше. В рамках конкурса коллективы школ делятся опытом. Конкурс проводится с целью выявления передовых методик, обмена опытом, ну и, безусловно, для того, чтобы в последующем эти методики распространять. Основная цель конкурса – это популяризация русского языка за рубежом. Конкурс устраивается для коллективов педагогических, а также в нем могут участвовать индивидуально педагоги по русскому языку. Всего в конкурсе в этом году приняли участие 840 педагогов из 54 государств. Организатор Министерства просвещения России. Были такие высокие представители, как заместитель министра просвещения, референт управления президента по международным и межрегиональным культурным связям с зарубежными странами. Также участвовали Департамент кадров Министерства иностранных дел. Рост сотрудничества было представлено заместителем руководителя. К этому мероприятию также проявляет интерес общественные организации, в частности, Дом русского зарубежья имени Солженицына. Поэтому это, в общем-то, довольно-таки значимое мероприятие, которое высоко ценится, так сказать, на всех уровнях власти в России. С 10 по 13 декабря лауреаты конкурса принимают участие в культурно-образовательном форуме в Пятигорске, который проходит в центре зданий Машук. Эльвира Дебилова, Леонид Медоев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. В Цхенвале прошел вечер, посвященный 85-летию заслуженной артистки Республики Южной Осетии Лейлой Плеевой. Долгие годы Плеева посвятила сцене. Является ярким примером для последующих поколений беззаветного служения в выбранной профессии. Являясь человеком большого таланта, она привносила свое неповторимое в мир танцевального искусства. Поклонники ее творчества, близкие друзья делились воспоминаниями, адресовав ей слова признания и благодарности. Репортаж Елены Козаевой. В городской центральной библиотеке состоялся вечер, посвященный 85-летию заслуженной артистки Лейлы Плеевой. Мероприятие подготовила старшая библиотекарь центральной библиотеки Эльза Тедеева. В этот вечер собрались и ее друзья, коллеги, представители Министерства культуры, а также близкие подруги, с которыми она разделяла сцену и танцевала много лет. Ее выступления всегда приносили радость зрителям, ее харизма заставляла всегда вокруг вдохновляться. В течение вечера звучали слова признания и благодарности со многолетним вклад в развитие культуры и искусства. Гости делились воспоминаниями, восхищались талантом и неустанным стремлением Лейлы к совершенству. Гости делились воспоминаниями, восхищались талантом и неустанным стремлением Министерства культуры. Гости делились воспоминаниями, восхищались талантом и неустанным стремлением Лейлы Плиевой. но и возможностью для всех присутствующих выразить свою признательность и уважение к этому выдающемуся человеку. Все присутствующие пожелали Лейле здоровья и счастья. Вечер, посвященный 85-летию Лейлы Плеевой, стал ярким и трогательным событием, подчеркнувшим важность ее вклада в искусство. Жизненный путь артистки начался с момента, когда она впервые почувствовала тягу к танцу. И с тех пор она неустанно стремилась к совершенству, оттачивая свое мастерство и вдохновляя окружающих своим талантом. Симт – одно из ярких проявлений богатейшего танцевального творчества осетинского народа. В нем слышится то легкое дуновение ветерка, то гурный гул стремительного горного потока. Желаю я сейчас Лейле большого здоровья. Творческий путь и жизненное наследие Лейлы Плиевой являются ярким примером преданности и любви к искусству, которые продолжают вдохновлять многих молодых артистов. Лена Газаева, Заур Ростаев, информационный выпуск «Сегодня». В рамках реализации проекта «Популярная наука» для старшеклассников шестой школы прошла лекция на тему традиции осетинской свадьбы. Автор лекции – историк, научный сотрудник отдела от налоги Научно-исследовательского института, заместитель декана историко-юридического факультета Госуниверситета Фатима Гоглоева. «Популярная наука» – это цикл ежемесячных научно-популярных лекций от ученых, которые делятся знаниями и показывают, что наука – это интересно и увлекательно. Раз в месяц ученые проводят лекции для школьников на разную тематику в соответствии с направлениями деятельности в науке. «У нас свадьбы справлялись и сегодня всегда спрашиваем старших. То есть, каждая фамилия из представителей старшего поколения, который знает лучше других. Наши традиции и обычаи, как это делалось и как это надо делать сегодня, чтобы это было традиционно, чтобы это было красиво и не выходило за рамки наших с вами обычаев. Традиции, которые передаются десятилетиями». В преддверии Нового года Республиканский центр народного творчества впервые проведет ярмарку изобразительных и декоративно-прикладных искусств. В выставке-ярмарке могут принять участие все желающие, независимо от возраста и места проживания, как отдельные авторы, мастера, умельцы, так и организации, школьные и внешкольные кружки, работающие в направлениях изобразительного, прикладного, ювелирного и других видов народного творчества. Для участия в мероприятии необходимо предоставить в оргкомитет анкету-заявку до 15 декабря. Центр народного творчества в этом году решили провести первую новогоднюю ярмарку. Мы приглашаем всех тех, кто занимается народным творчеством, принять участие в нашей выставке-ярмарке. Ярмарку мы проведем в пианистском парке, значит, проведем его 20, 21, 22. Мы приглашаем всех сломывальцев посетить нашу выставку, и мы будем уже проводить его ежегодно. В Большом зале Государственного драматического театра имени Кустахи Тагурова стартовали съемки. Четвертый по счету – церемония награждения лауреатов Национальной музыкальной премии ГТРК ИР «Орфенефет». Лучшие исполнители на осетинском языке определяются по версии национального телевидения. Музыкальная премия учреждена гостей радиокомпании в 2019 году. С тех пор это традиционно яркое событие в канун Нового года. Сцена в этот день объединяет артистов Севера и Юга Осетии. В этом году церемония станет открытой с присутствием зрителей. Поддержку проекту оказал президент Алан Гоглоев. Телезрители смогут посмотреть телепроект 31 декабря до и уже после наступления Нового года. 15 декабря у гостейского зрителя ждет интересная концертная программа с участием звезды эстрады Юга и Севера Осетии. Концерт благотворительный. Все собранные средства будут направлены югостинским бойцам в зону проведения специальной военной операции. Агунда Губозова расскажет подробности. Зрители услышат известные и горячо любимые хиты. 15 декабря в 18.00 в киноконцертном зале Чермен пройдет большой благотворительный концерт с участием известных исполнителей Осетии не только. Организатором мероприятия выступила североостинская исполнительница Оксана Джельева. В этом нелегком деле ей большую помощь и поддержку оказывает заслуженный артист Республики Южная Осетия Ибрагим Икаев. По словам Икаева, зрителей ждет интересная и зрелищная программа, включающая в себя более 25 музыкальных и танцевальных номеров. Все средства, вырученные с продажи билетов, пойдут на закупку гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Стоимость одного билета 500 рублей. Билеты можно приобрести, позвонив по номеру телефона, который указан на афишах. Билеты можно приобрести, позвонив по номеру телефона, который указан на афишах. Билеты можно приобрести, позвонив по номеру телефона, Хочется отметить, что с первого дня проведения специальной военной операции жителей Республики оказывают посильную помощь нашим бойцам, находящимся на передовой. Организовывают различные акции, благотворительные концерты и показы спектаклей. Агунда Губозова, Арнольд Харебов, информационный выпуск. Сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В Республике переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 10, ночью 2 градуса тепла. В ЦАВском районе днем плюс 8, ночью плюс 1. В городе Квайса днем плюс 6, ночью 0 градусов. В Ленингорском районе днем плюс 10, ночью 3 градуса с плюсовой отметкой. Столица республики Вцхенвали днем 10 градусов тепла, ночью плюс 2. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.